Доброго времени суток! Вы на канале FUNIMA SHROM SCHOOL Часто мне поступают вопросы, когда начинающие грибоводы не могут запустить правильно волну плодоношения на первой волне Все происходит из-за того, что они усиленно пытаются создать оптимальные условия для роста мицелия И вот как раз эти оптимальные условия не позволяют запуститься плодоношению Вот очередной такой же вопрос поступил у меня на скайп Нужен совет человеку, исходя из того, что вы видите на экране, параметры для роста мицелия созданы оптимально, а волна плодоношения не происходит Здесь 20 день, приблизительно, возможно это еще для НК-35 немного рано для запуска плодоношения Но в то же время, в зависимости от температурных условий, мицелия уже может быть в блоках полностью созревший И человек понимает, что он должен уже бы запускаться в Приморде Очень правильно, что он своевременно занялся этим вопросом, а не стал дожидаться трех месяцев И спрашивает у меня, как поступить в этом случае Я посмотрел по гуглу в поиске, что предлагают другие советчики И не нашел ничего полезного, поэтому вот решил сразу записать такое видео И дам вам сразу такой короткий ответ, секрет, как запустить волну плодоношения Для этого нужно, вот я написал, как только напугать грибы, что им хана Они сразу пускают плодовые тела, для того, чтобы выпустить споры и сохранить жизнь На этом, в принципе, можно и закончить это повествование То есть, из ваших оптимальных условий нужно создать крайне неблагоприятные условия Это избыток СО2 в камере плодоношения, это избыточная температура Или избыточная температура в сторону, имеется в виду, повышение То есть, резко поднять и опустить температуру Или резко снизить и поднять температуру И один из вариантов создать максимальную влажность в камере плодоношения И применить несколько этих мероприятий одновременно Перед применением этих мероприятий, хорошо, посмотрите на сами перфорации на ваших блоках И убедитесь, что перфорации не подсохли Что сами блоки имеют возможность откуда дать плодовые тела Вот в чем такая задача Если перфорации подсыхают или подсохли Вы видите, что они тусклые или серовато-коричневого цвета То вам нужно порастягивать пленку Дать хорошее увлажнение по блокам И потом применить один из способов Изменения климатических условий В крайнюю сторону неудобства для самого мицелия После применения этих мероприятий Волна плодоношения запускается синхронно, ровно и по всем блокам Также сразу я дам еще один совет Если у вас что-то в камере, вы уже понимаете, что идет не так Сделайте контрольное такое мероприятие Рассредотачивание самих блоков Поместите некоторые блоки, некоторое количество В совсем другие условия К примеру, вынести эти блоки на улицу При обыкновенных погодных условиях климата, внешней среды Где есть постоянное движение воздуха Где есть само собой утренняя влажность И не помещать эти блоки на солнце Если на улице эти блоки, они обычно всегда начинают плодоносить И вам просто будет самому для сравнения интересно посмотреть Как будут выглядеть эти грибы во внешней среде Которые растут у вас в камере И как они выглядят у вас в камере В чем будет их отличие И в какую сторону вам нужно стремиться Для того, чтобы добиться оптимально такого результата Чтобы в камере у вас они получались Точно такие же, как на улице Вот такой вот пример Какими они должны быть И что выходит у вас А с вами был Макс Силлер на канале Фалима Шум Скул Следите за дальнейшими публикациями на нашем канале Вот так вот Продолжение следует...